Нурбек Капаров 5 лет назад стал участником аварии по вине другого водителя. Однако по сей день, несмотря на многочисленные обращения в правоохранительные органы, ему не возместили причиненный материальный ущерб. По его мнению, если бы ДТП было зафиксировано на видеокамеру, было бы легче привлечь виновника к ответственности. Вот уже прошло 5 лет, я не могу ни в суд подать на него, ни милиция не ищет. Ничего, я не знаю уже куда, все пороги, и в прокуратуру писал, и везде писал. Никакого результата нету, ничего сделать не можем. Меж тем, МВД предлагает отменить презумпцию невиновности для тех нарушений, которые были зафиксированы фото- или видеосъемкой. Как говорят инициаторы, при наличии таких доказательств спорить, как правило, нарушители не смогут. Кроме того, по словам авторов поправок, документ предусматривает СМС-уведомление через сотовых операторов собственников авто о факте правонарушения. Это будет действовать только на фото-видеофиксацию нарушения. Кроме этого, еще хотим добавить такую норму, что по согласованию с сотовыми операторами в нашем государстве отправлять СМС-оповещение о факте нарушения собственнику. И в случае, если он будет оплачивать после 72 часов с момента получения, в течение 15 суток, СМС-уведомление он получил в 15 суток, если человек оплачивает штраф, то он должен будет оплачивать половину наложенного взыскания. Однако с предлагаемыми поправками не согласны эксперты. По их словам, поправки противоречат конституционным принципам. Что значит без решения суда? Если человек согласен, пожалуйста, а если он не согласен, он должен иметь право обжаловать. И я считаю, что это недопустимо. Дай бог, чтобы эта их очередная инициатива не прошла ввиду противоречия Конституции. И еще, вы знаете, я считаю, что надо ввести ответственность за подобного рода антиконституционные инициативы. Впрочем, даже в случае принятия нового закона, привести его в действие полностью будет проблемой. Чтобы доказать вину правонарушителей, в Кыргызстане еще не созданы соответствующие условия. На протяжении пяти лет в стране пытаются внедрить проект «Безопасный город». Но из-за бесконечных скандалов проект так и остается на уровне идеи.